всем привет народ с вами арти и я решил записать третью часть ангарного видео на это у меня две причины первая причина то что у меня появилась еще немножко техники в ангаре который я хочу показать вам вторая причина это но некоторые из вас писали это все-таки в комментариях у меня на ю тубе почему бы и нет почему бы не побаловать вас своим ангаром немножко похвастаться где-то ну собственно начнем я буду рассказывать про танки немного больше времени конечно уделю артсал тяжелым легким и другим классом танков не очень много времени так быстро пробежимся по ним в ангаре мне кажется 42 танка насколько я помню и про каждый рассказывать но это займет очень много времени и так лтп всем знаем да подарочный танчик он есть у многих премиум танк т-127 по бонус коду меня достался такой прикольный танчик для своего рода он нагибает экипаж сидит так как он премиум из мт-25 мт-25 вот он без экипажа это вообще он нахрен не нужен сейчас не знаю честно делать продавать конечно пока не охота т-54 открыл уже на нем я объект 140 но мне не хватает денег чтобы купить вот а так я уже подфармил и накопил на нем опыт т-62а тупого стежка уже тоже достаточно хороший экипаж на ней почти 4 перка прокачано но мне она очень нравится нагибает и за стежка но мне занимает чуть ли не первое место к в 220 эксклюзив раритет и его сейчас нигде не купить только есть одно место кстати поэтому танку будет видео и как его получить вы все узнаете у меня на канале в ближайшем будущем поэтому ребят смотрите очень клевый танчик как вы один похож но он реально если попадать в топ то он нагибает из 4 халявы еще старых времен стоит у меня далее из 7 прокачала чтобы он просто был на нем вообще не катаюсь вообще да давно уже не катался и честно не хочется на нем кататься вот этот танк у меня появился буквально сегодня мне его подарили я еще на нем не катался ни разу даже экипаж него не посадил он мне его подарил бурка может знаете да такого комментатор вы велики вот ему просто огромный респект за это я хочу ее опробовать поскорее и я думаю что завтра завтра я на ней прокачусь только посажу конечно же нормальный экипаж у нее вот блин очень хочу попробовать этот танк тем более это пт-шка пт-шка у меня второй любимый класс после артиллерии су-26 после того как есть поганили я вообще не катался и не пробовал даже потому что по отзывам почитал послушал посмотрел и мне даже не придет на ней кататься объект 261 мой любимый танк как вы заметили да и судя по экипажу что экипаж на нем уже откатал проведено боев 4751 бой именно у командира то есть командир у меня идет самых самых низов и вот он уже сколько наград получил на этом танке ну то есть как бы если заглянуть даже в мои достижения до объект 261 занимает мне первое место то есть самый такой у меня самый самый любимый мой объедочек который получил больше всего наград и больше всего боев и больше больше всего в общем просто офигенный танк его и не применяю ни на что далее вы кашка еще так более-менее терпимый ну конечно после нерфа как перевели на шестой уровень он уже не нагибает но все равно иногда на нем выкатываюсь и 50 м топовая стэшка германии прикольный аппарат очень люблю на нем таран просто обожаю это это дело когда развиваешься немыслимую скорость плюс еще прокачана мастер таран у меня на мех вводе да вот 98 процентов почти 100 процентов то есть хотя умение начинает действовать умение начинает действовать сначала изучения то есть мастер таран на нем удается хорошо легка мой первый премиум вообще я его купил когда он только появился в игре он тогда нагибал набирал всем задницы а сейчас он стоит но иногда не на нем тоже фарблю сажаю на него экипаж с е100 вот он собственно е100 до перки у меня они просто прокачаны ужасно просто надо было конечно перенести на первый но честно не хочу тратить на это голду потому что я на нем не катаюсь и какими готовится на маусе вы спросите где же экипаж с мышки да я вам это скажу и покажу ну чуть позже собственно еще одна премиумная пт-шки я ее приобрел недавно совсем ну буквально может может прошло в месяц и мне в ней то найти так комфортно играть она шустрая быстрая это меня заводит потому что она напоминает мне как раньше был т-52 шустрый быстрый царство небесное конечно это на т-52 но небольшие воспоминания такие это пт-шка дает именно о этом легком танке который был в игре который тащил тоже и нагибал вот собственно куда поделался экипаж с мышки это уже девятый уровень восьмой уровень я на нем в этой ветке восьмой уровень я уже прокачал как вы знаете до 8 уровня у меня был такой жестокий донат и видео я сделал на канале не знаю зачем его сделал потому что мне просто захотелось вы там видели у меня видео как я донатил британскую арту тут я задонатил вафлин трагеров этих так называемых вот посадил на него экипаж с мышки конечно же не все сюда подошли куда ведь поперком но все-таки лучше чем ничего собственно на нем я уже тоже отыграл сколько я количество боев на нем отыграл уже где мой маленький вафентрагер 97 боев почти 100 боев и скажу вам нет практически это соло идет на нем на этом танке реально он тоже нагибается но это не секрет не для кого то что новая ветка пт она берет всем задницы далее бизончик стоит прикольный бизончик такой не помню тоже откуда экипаж но экипаж на им не качал я не помню откуда этот экипаж я взял наверное загвай пантерки которым он много было продано буквально вчера а почему я продал потому что она не нагибает мне нужны были кредиты чтобы купить птшку новую вот гв е которая десятого уровня и четвертое место среди арт топовых мне она не нравится свои слов почностью поэтому она занимает такое место ну реально них сложно куда-то поехать и почему-то она у меня очень часто косит я не знаю то ли в моих руках она косит так часто то ли на самом деле она касая т-1 маленький дудаленький далее новогодний танчик да насколько я понял вроде на новый год его давали но я могу ошибаться честно не помню откуда он появился наверно новый год ну пусть стоит я его даже и не выкатываю потому что лоу-левел во вторых он все что дает вга но не тащит то что на халяву дает вга т2 лт тоже был куплен давно я на нем играл в ротах подсвечивал немножко так прикольно т7 combat на нем такая сборная солянка 201 экипажа 11 т2 лт и один вообще степься 411 с тэшки сидит но благо премиум танк можно сажать кого угодно про него рассказывать точно ничего не буду вы знаете да то что дает в г на халяву она не нагибает м22 лакуст достался мне он по бонус коду тоже такой прикольный танк но его очень часто кидает вниз списка и если в бою там попадаешь ты с к вешками тут их вообще пробить не может даже голдой надо выцеливать просто самые уязвимые места на него экипаж тоже можно сажать с любого танка без переучивания поэтому но сейчас не без экипажа потому что не вижу необходимости чтобы на нем сидел экипаж далее м60 тоже эксклюзивный танк который в игре уже нет достать с такой лампой большой с прожектором на лбу достался он мне за первый сезон на глобальной карты за первую кампанию вот сейчас вы опять же видеть что я с клан тегом red arm вот я вступил это не секрет я вступил для того чтобы поучаствовать во второй кампании чтобы свою помощь предоставить клану взамен на танк который будет даваться это немец в как в этом 720 я не помню как он правильно называется цифрки уже путаются столько цифр в этой игре это просто кошмар далее еще один прием блин чудо одни прямо идут тут туру ту желтую 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 премию это прям который достался на халяву когда он был переведен выведен из ветки прокачивания до переведен в прямо все мы знаем что он был на девятом уровне ветки развития тяжелых танков американцев но кто потом был выведен заменен там м-103 в общем достался на халяву т-110 клевый танчик мне он нравится он нагибает нагибал нагибает на нем реально можно тоже подтащить в бою м-43 ой тут вообще не смотрите это экипаж я посадил так просто чтобы он не показывал мне что здесь них танк не готов экипаж на нем сидит единственный родных только это радист весь экипаж другой ушел на другую арту которая заменила м-43 м-40 м-43 у меня это м-53 м-55 вот собственно этот танчик он из девятых уровней он реально нагибает он даже переплевывать некоторые десятый уровень арт сау я очень обожаю это арту сейчас на ней очень много много выкатываю это сейчас я скажу вам даже сколько боев я уж провел уже провел 412 боев на это арте и думаю что результат у меня как бы ну для именно этой арты нормальная следующий танк ветки развития американских арт сау это 92 раньше обожал его но после нерфа вот это его сведение настолько слуопочное что я не знаю что делать пока сведешься туда уже либо враги пропадут за света либо их там перебьют и приходится сводиться в другое место то есть ты пол игры делаешь то то что сводишься то в одном месте то в другое далее идет патчат 25 . опять же да у меня перкину прокачан опять неправильно там брат лучше бы у меня сейчас было бы 100 процентов 1 потом лампочка потом ремонт да вы скажете но я на ней не гоняю конечно 2 процента тоже закачать в принципе можно и быстро буквально за день 17 боев до этого мы боев 60 или 70 надо провести чтобы до сотники дошло но это я примерно так говорю но мне не охота я не играю на этом бачать и качать мне реально и даже переучивать не охота и я не вижу смысла далее 50 стол купил я его недавно когда была акция юбилейный 50b там нас там была скидка да на именно французские тяжелые танки я его купил чтобы он у меня был в потому что мало ли он пригодится талии 50b как его только ввели вообще ветку французских танков я его сразу же начал качать начал качать я седьмого уровня и он тогда реально мне понравился ну первые барабанщики в игре они всем думаю понравились и на своем уровне он тоже подтаскивал потому что не все понимали принцип барабана не знали что есть барабан и просто некоторые были просто ошарашены далее премиумная птшка нам тоже досталось недавно мне написал человек в личку и спросил хочешь ли ты голды я написал мне откажусь ну просто в шутку немного пишут в лишку я все это читаю но отвечаю не всем потому что там большинство это пошли поиграем в обзводе ребят я в обзводе не играю если играет у склана либо с ребятами из navi если играть со всеми со взвода со всеми в обзводах играть то у меня просто на всех не хватит вот им человек мне написал я написал не откажусь так шутку он мне прислал код и говорит в воде его ну я код вел мне пришло там день прямо 300 голды и вот это вот птшка ну блин чувак просто тебе респект спасибо в ангаре премиумная птшка даже лоу левел ну все равно просто приятно это на самом деле приятно аймэкс 50 фош 155 я благодарен что его еще не понерфили это птшка меня радует со своей альфой со своим барабаном она тоже может много сделать в бою я ее тоже частенько выкатываю премиумная арт сау франции ну блин не знает зачем настоит она мне не очень нравится потому что у него очень маленький дамаг даже для своего уровня там многих они пробивает просто она есть у меня там есть видео на канале по этой саушки не знаю я может быть когда-нибудь сделают по ней может быть и вот ботильон шитильон 55 55 предшественник топа ветки развития но это девятый уровень ну машинка так себе честно вам скажу маленький дамаг сравнительно большое для нее кд я ее купил сразу как она вышла ну чтобы попробовать мне нравится все французы особенно которые с башней куда можно поставить вентиляцию раньше было сейчас уже не ставить нельзя потому что в г блин посчитала что это слишком слишком и сделали такой вот запрет что нельзя ставить вентиляцию вот ну она не очень нагибает я вам скажу честно как мне кажется может быть лично в моих руках не нагибает но есть пару видео где я взял мастера на ней ну как бы для своего класса она прикольно тем более что я люблю арту далее уже элитный сау это 155 155 58 был моим любимчиком какое-то время я на нем тоже откатал достаточно много боев но сейчас я не катаюсь мне потому что у меня новые танки которые уходят или нет почему-то автоматически становятся любимчиками это наверное связано с тем то что в г старые танки нерфит а новые наоборот она когда выпускает в г но их не нерфит а как бы они немножко перри апаны получаются вот и поэтому они становятся любимчиками в 215 б тяжек просто стоит вообще я прокачал тоже когда он только вышел мне почему-то понравились британцы он понравился мне своей точностью и собственно орудием пробиваем то есть у них с этим все было нормально а сейчас он просто настоит и пылится в ангаре также птшка тоже недавно была мной приобрять при приобрятина приобрятина как правильно сказать короче я недавно ее приобрел недавно приобрел эту птшку и она мне нравится потому что у нее просто адский дамаг который выносит 2200 ну реально можно кого-то сваншотить бою просто клево и вот мой любимчик который занимает второе место после конечно 261 это конкурер гангерич по нему был недавно вот на канале который вы видели надеюсь который вам понравился про это арту сейчас рассказывать много не буду я скажу то что она реально гнет в рандоме гнет на гк потому что если к примеру на гк да вот такая ситуация что у людей д ну и конечно же будет подходящая карта то именно этой артой деф можно хорошо выковыривать вот это просто плюс и на гк мы очень часто используем собственно это все 42 танк у меня в ангаре надеюсь это видео но она как бы бесполезная да ну просто не надо флудить да что зачем это видео я сделал для тех кому просто интересно посмотреть если вам не интересно смотреть вы его не смотрите закройте и не смотрите другие видео которые вам нравятся с вами был арти всем спасибо всем пока спасибо за субтитры сделал DimaTorzok